ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну давай, я тебе не выдумываю. Давай, ну я тебе покажу, давай. Блин, я же сказал. Сегодня я поставил собственный рекорд. А что ты мне покажешь? Давай! Давай, дай команду. Че, Юна, выровняй руки. Ливан, ты не боялся 60 ставить? И я не боюсь. Смотри, 60 килограмм. ГОУДЬ! Ну давай, че ты? Ну давай! Попасть в топ-8 нужно хорошо подготовиться. Мы, как порядочная организация, в гости с пустыми руками не приходим. Были мы в Грузии, были мы в России. Жеку тоже с Новым годом надо поздравить. Тут же и лямочка пригодится. Вот это крутяк. Да ладно! Тут же и ручечка. И цилиндр. Офигеть. И такое даже. Смотри, мэр. Полный мужской комплект. Завязка для Циблинкова. Не-е-е-е-е-е-е-е-е. Из Сагинашвили. Это пояс от дзюдо от Игоря Мазурин. Все. Спасибо. Но надо проверить результат твоей тренировки. Но через два дня. Потому что мне два дня нагрузки нельзя физически сейчас в связи с операцией на зубе. Ой, операция на зубе. Ну какая? Вырвали зуб, но это операция на зубе. Ну да, мы его делили на пять частей и пять раз мы его вырвали. Где барабанная дробь. Ах, новенькая! Теперь же ты его вот так берешь и сюда работаешь. Чтобы ты не проворачиваешь до конца. Вот тут фиксатор есть. Чтобы у тебя не было вот этого скольжения. Самое главное. Это совершенно новое и свежее оно будет. Оно разработается. Для Жени этот чилинж начаться через несколько дней. Но для вас через несколько секунд. Как я? Нормально, смотри. У меня есть ручка Мазуринка. Это все, это залог победы. Мне кажется, блока мало будет для моей силы. Здесь, смотри, что там вообще нечего брать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перед тем, как делать упражнения. Нужно четко знать, какой вес на тренажере. Потому что тренажеры разные бывают. Веса на тренажерах разные. Тут вот этот блочок, который делит напополам вес. И вот, как мы видим, 30 килограмм. Ну, тут это явно не килограммы, а 30 написано. Сейчас посмотрим, сколько это конкретно килограмм. Кантер. Специальный кантер от Мазуренко. Итак, тянем, смотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, тут 14,9. 14 килограмм, сейчас 8, 9, 15. Ну, короче, 15 килограмм. 30 это 15. То есть пополам нужно делить. То, что указано. То есть здесь, вон, сотка. Это 50 килограмм. И дальше снизу еще раз, два, три, четыре блока. Я разминался только что с 15 килограмм. И буду начинать с 50, с 25 килограмм буду начинать тянуть. Моя цель проверить все силовые показатели правой руки. Той рукой, которой я буду бороться с Тимом Бресненом. Ну что, поехали. Ваще хуйня. Видел этот прикол? Китайский театр. Все сидят там, плачут. А в этом, на сцене. Ваще хуйня. Ваще. Ваще няма хуйня. Хуйня. Уши хуйня. У них какая-то китайская такое словосочетание. Зрители все такие, значит, сидят, плачут. А там на сцене. Ваще хуйня. Мы ржем, короче, а у них на их языке, да, оно какое-то означает там, какой-то там, я не знаю. Так что ты, получается, не матерился на золотом туре, а ты просто выражался в театральной лексике китайского театра. Да, на китайском языке. Нет, а что я такой злой был? Потому что у меня не было ручки Мазуренко, понимаешь? А теперь вот все, теперь я добрый. Поехали. 35 килограмм. Ваще хуйня. 45, да. Пока вес идет достаточно легко. Вот, я думаю, что и 50 килограмм я возьму нормально. Сейчас 45 буду пробовать. Уже можно снять свитер. 45 килограмм. Так, надо теперь сотку. 100, это у нас приблизительно 50 рассчитанных нами килограмм. В конце померяем вот этим кантером и сверим точность этого тренажера. 50 уже почувствовалось. Что, надо отдохнуть перед весом. Чуть-чуть, да? Нормально так. Музыку можно отключить как-то? 55 предварительно килограмм. Думал тяжелее будет. 50 тяжелее пошло. Музыка. Настрой. Настрой. С Новым Роком. Всех, всех, всех. Как взаимно. Ну что, готова віршика какого-то, где дедуся Мороза? Есть табуретка. Вставай на табуретку, рассказай віршик. Так, ну что, ставим 60 килограмм, чи будем скромничать? Поставим 57,5 на юг. Ливан, ты не боялся 60 ставить? Я не боюсь. Смотри, 60 килограмм, но это предварительно, еще потом перезвесим. Так, ну что, блок наш закончился, чтобы 60 килограмм получилось, нужно довесить еще сюда, по идее, 5 килограмм, правильно? Было решено, чтобы было равновесие, ни с одной стороны не перевешивало, мы вешаем 2 по 5 сюда, но на 5 меньше ставим плитку, короче. Будет 60 килограмм. 60, если я ничего не ошибаюсь. Ранее я пробовал на другой ручке, она, ну, чуть-чуть, я не знаю, она немножко другая. 55 я смело держал, 57 было такое вот на грани, я решил, что 57 я буду точно держать, и 50, и 60 я уже смогу попробовать. Попробовать, по крайней мере, сейчас буду пробовать, как оно пойдет. Еще один вариант помощи, ты сейчас можешь стянуть двумя руками, попробовать прибежать. Сейчас я так и сделаю. То есть я чуть-чуть потянул, но в процессе трения, пока я подушки дотягивал, но потихоньку у меня кисть разогнула. Ты скажи при зрителях, чемпиону мира, то можно прийти бесплатно. Можно ли, да и бесплатно прийти. Это депутат говорит. Я не депутат, а кто ли ты? Да я просто, видишь, никогда не буду депутатом. Ну ты помощник депутата. Ну, бля. Так это же разница какая. И они. У нас есть специально обладнанный зал для аэроспорта, единый, который в Киеве, который имеет полностью регулирующие тренажеры. Это обладнание, что есть. Мы еще хотим много замовить разных ручек Мазуренко, потому что это реально очень ручки, без которых надзвичайно сложно досягнути результатов высокого аэроспорта. Честно говоря, я сам не ожидал, что сейчас будет 60 кг. И поэтому я даже, ну, я, конечно, пойду на 65, но мне оно же очень, это приятно сказать, оно так льстит. Леван, блин, 60 кг, я рядом. Нижний поставим, потому что будет 62,5. Еще пятерочку, он будет перекосабочен. Или опять мы две пятерочки сюда. А две пятерочки не получится. Или есть еще две пятерочки. У меня как бы есть техническое образование высшее, да, магистр черной металлургии, как магистр черной магии. Вот. Но это мне иногда тянет просто реально посчитать какие-то логические задачи, потому что как бы такого у меня в процессе репетиции там в театре как бы отсутствует вот вы высчитывание там математических каких-то задач. Не, реально, вот я сижу вечером, и у меня просто отдых от театра, от спорта. Я просто беру вот так вот задачки какие-то математические там и начинаю вычислять. В интернете нахожу и начинаю считать. О, посчитал, все. У меня какое-то, знаешь, такое облегчение. Я взял десятки, потому что тренажера мне не хватает и мне нужно 65 килограмм. Я взял вот по 20, но так как там блок все делит пополам, то это будет как по 5 килограмм, как единая десятка будет. Сейчас. Ну ладно, на третий раз я попробую сейчас чуть отдохну, может пойдет лучше. Ну вот такой. Я могу, в принципе, сзади запрос. Чуть-чуть, чуть-чуть вот задержал, вот и оно вырывает. Ну вот как было, в принципе, полторы недели назад 57 килограмм. Ну чуть-чуть, а дольше держал. Вот этот раз я так и пью, и вылетало. Сейчас уже, видишь, 60. Взял нормально и пить 65. Вот я думаю, что если бы сейчас было 62,5, то я бы удержал. Вот и 63 килограмма. Ну сейчас еще раз попробуем. Надо хотя бы секунды на 2 задержать. Хотя бы на 2 секунды. Я смогу, я смогу. Я смогу. Оно как-то шло, думал, вот если буду 50 делать, думаю, я там буду все хвалить. А сейчас вот я как-то незаметно до 60 добрался. Прикольно. Ну что, ребятки. Артемка, помоги. На 65, да, и на 2,5 меньше. Так, ну, пробуем. Короче, 65 не потянул. 62,5, не знаю, после 65 тоже, мне кажется, могу не потянуть. Но, в принципе, я думаю, если бы я на 65 не позарился, а сразу 62,5 попробовал, то я бы ее потянул. Потому что 60 относительно пошло так достаточно легко. А, видишь, 2 килограмма тут. 62,5. Зачет. Ну, короче, сначала показалось 62,5, как и мы планировали, 62,5. Потом начало опускаться 62, 61,5, 61. И пока ты, блин, камеру принес, блин, уже 67, уже 66, блин. Ты видишь, что происходит? Мы придумали такую штуку. Просто, когда мы начали замерять вес, который, вот, я потянул, да, на пальце, то я тянул руками, да. Руки немножко дрожат во время того, как идет какой-то вес, вот, ну, в данном случае 60 килограмм, да. Дрожат, и вес колеблется там. Мы нажали на кнопку hold, и было 58. С таким успехом можно, то есть, там колеблется плюс-минус 5 килограмм, как бы, когда вот руки... Смотря как трусить, конечно, можно и на 20 килограмм натрусить. Вот, поэтому мы решили, эту математическую задачу таким способом. Мы подвесили вес, который перевесит наш, вот, этот весь блок. И сейчас этот замер counter меряет, вот, конкретно, вот, вес, который здесь в статическом положении. Никто его не трусит. Вот, конкретно держу не я, не субъект, да, а вот этот вот данный объект, который, вот, он неподвижно полностью держит отвес. Здесь вот, сейчас уже 69, ну, то есть, грубо говоря, 61 килограмм. Сейчас нужно четко показать, как делается натяжка. Ну, в самом деле, выполняется это очень просто. Локоть у тебя остается неподвижным. Да, 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 подтягивал, набить, да. То есть, вот, практически, как на крюк, да, делал. То есть, там совсем другие веса. Конечно, да. Это отличается от вот этого. Цыпленков делал, он так под наклончиком делал. Ну, на самом деле, это нужно для самого тебя. Тебе же нужно... Тут разницы нету. Ты сам видел, люди поднимают огромные веса, приезжают, бом-бом, проиграли, да? Это понятно. Ну, ты для самого себя тоже, знаешь, что ты делаешь это четко и правильно. Ты так будешь выполнять, другие будут так же само же подхвачивать, выполнять. И тут будет соответствующий результат. Можно сделать даже такой эксперимент, сделать чисто вот так вот, а потом грязно, как, вот, возможно, как тебе удобнее. Кого-то, может быть, натяжка больше, чем вот это грязно. И наоборот, кого-то грязно, а вот сюда вообще нет. Ну, да, и сравнить для интереса, будет ли какая-то разница, насколько это большая. Может, оно там и не небольшое. Ну, что, пальцы мы замерили. Теперь переходим к замерению лучевой. Вот, как Игорь два дня назад мне говорил, что угол должен быть вот приблизительно 45 где-то градусов, может быть вот. Ну, вот, как я запомнил, вот такой вот угол. Вот, сейчас попробуем это восстановить, сделать. Мы пришли к тому весу, который мерял на пальце только что, это 61 килограмм. Только что мы его измеряли, вот, пробуем. По десяточке это, я считаю, 10 килограмм. 71 килограмм предварительно. Пробуем. Стол пошел. Идем дальше, попробуем. Ну, я себе обещал, вообще, 75 килограмм потягать. Будем пробовать. А если двумя и зафиксировать, можно? У нас таким успехом на 87 килограмм, фиксируем. У Кадырова очень сильные пальцы, понял. Вот он здесь очень хорошо обхватывает. Я с ним за кулисами, когда остановился, потом уже руками махал после боя. Просто интересно стало попробовать. И так встал, вот, я так почувствовал, сюда его верхом реально не могу раскрыть. Но вот, как бы, вот мы здесь зафиксировались на центре. И, как бы, ни он, ни сюда, ни я, ни этот, никто не может никого победить. Ну, я попробовал в крюк его, в принципе, в крюках он проходящий. А вот именно вот здесь, вот, в кисти, вот, очень крепкий. Очень крепкий, тяжело вот его именно сюда вот раскрыть. Я не знаю, вот у него очень крепкая кисть, пальцы очень крепкие. То есть, ну, а мы все с ним постарались на том самом бороться именно верхом. 80 килограмм. Стягиваем двумя руками. Вот, держание. 85 килограмм. 85 килограмм. Ну, вот, надо где-то приблизительно то, что надо. Бля, я же сказал. Я знаю, что оно первое. Ты снял, но это... Короче, было 91 килограмм. Да. Капец, тупо не выдержало. Ну, это же просто. 93-91, там что-то колеблется. Так стараюсь уравновесить эти гири. И тут ты камеру берешь, штука, и там, бам, обрыв. Я помню, как подготовка Скотта Мендельса не увенчалась успехом. Но все равно без этого никак жрать надо. Ну, понимаешь, надо не только жрать, а надо тренироваться. Ну, и тренироваться без еды тоже нельзя. Да, планировал 75, потянуть, потянул 94. И 2. Ну, нормально. Сегодня я поставил собственный рекорд. И рекой даже 2 на пальце. Получается, я взял 61 килограмм. И это лично мой рекорд. Ну, и, кстати, очень хорошие, высокие результаты, если сравнить с топовыми спортсменами. Да, то есть, потом на натяжку я сделал 95 килограмм. Я сам не ожидал, конечно, но в данный момент я побил не только свой рекорд, но и рекорд всех замеров, которые делали когда-либо по армрестингу. Вот. Теперь, получается, я являюсь рекордсменом в натяжке. Это очень удивительно. А, не, ну, жёг, да, вроде бы он 105 килограмм. Неофициально поднимал 105 килограмм. Ну, официально, получается, пока я 95 килограмм, мы всё увидим, 94. Всё замерили, всё сняли. Это на видео конкретно 94 килограмма. Ну, теперь приглашаю всех ребят пробовать побить мой рекорд. Реди, гоу! И вот таким вот движением Девун Рад мог бы выиграть Дениса Цыпленковича. Может быть, может быть, да, может быть, нет.